Всем привет, дорогие друзья! В эти дни на Сапсан-арене проходит один из самых представительных турниров из тех, что вообще проходит в России. Сюда приехали команды Барселоны, Интера, Баруси. Зазвать команду Барселоны 2005 года рождения на детский турнир в Россию это очень сложная задача. Уж поверьте мне, я даже и не помню, чтобы команда такого возраста, юного возраста Барселоны, когда-либо в Россию приезжала. Локомотив уже сыграл три матча на этом UTLC Cup. Один матч этой самой Барселоне проиграл в чистую 0-4, один выиграла у Леона и сыграла в ничью с Минским Динамо. Решающие матчи пройдут в субботу, сыграем с китайской командой и если все будет хорошо, то попадем в полуфинал. Если выиграем полуфинал, то в воскресенье команда 2005 года рождения сыграет на РЖД-арене уже в финальном матче UTLC Cup. Это будет очень здорово и я надеюсь, что все-таки это произойдет. Команда играет действительно классно, не хватает только завершения. Команду 2005 года рождения Локомотива принято называть командой Гриши Ласькова, сына Дмитрия Ласькова, легенды Локомотива. Но сам Гриша играет в Локомотиве 2005 года рождения немного. Он обычно выходит на замену на последние минуты, когда игра уже более-менее сделана. Те, кто следит за UTLC Cup, наверняка заметили другого человека, который определяет игру этой командой. Это Алексей Батраков. В этом выпуске Ежевлога я хочу ответить на довольно популярный вопрос, который мне задают. За кем из молодых Локомотивцев, выходцев из Академии стоит следить? Алексей Батраков, безусловно, относится к одним из таких юных футболистов Локомотива. Несмотря на свой миниатюрный рост, он лидер команды, он капитан команды. Он каждый матч умудряется выводить своих партнеров один на один по 3-4 раза. Они не реализуют эти моменты. И даже с Барселоной Батраков вполне себе выглядел на уровне этой самой Барселоны. Остальная команда немножко подводила. Однако команда 2005 года рождения, она все-таки еще довольно молодая. И смотреть на этот футбол бывает неинтересно. Здесь все просто переходный возраст. И есть такие футболисты, как Алексей Батраков, миниатюрные, маленькие, как Вадим Раков. И есть, соответственно, уже вымахавшие футболисты по 1,80-1,90 даже. И из-за этого дисбаланса получается очень неровный футбол. Я обычно, когда слежу за командами Академии, обращаю внимание на три старших возраста. Например, в этом году это 2002, 2003 и 2004 годы рождения. В каждой из этих команд есть яркие футболисты, за которыми интересно посмотреть и интересно следить за их судьбой. Команда 2002 года рождения уже дала нескольких футболистов для молодежной команды. Однако в детском футболе бывает так, что ты следишь за футболистом и считаешь, что из него может что-то вырасти. А на следующий год он уже ничего из себя не представляет. Поэтому все те дифирамбы, которые поются игрокам 13 лет, 14 лет, очень часто оказываются пшиком. Потому что к 17-18 годам, когда игрок подходит уже к возрасту футболиста, который должен играть в молодежном составе, дорастать до основы, этого футболиста уже нет. И он показывает уровень игры вполне сопоставимый с самыми средними футболистами других команд. Зато те, на кого ты никогда раньше не обращал внимания, вдруг берут и выстреливают. Поэтому я сейчас вам расскажу о нескольких футболистах. Это Алексей Батраков, Иван Доставалов, Матвей Першин и другие ребята. Но это не значит, что именно эти футболисты обязательно должны вырасти в суперзвезд. Вполне могут вырасти, у них все для этого есть. И сейчас они показывают прекрасный уровень футбола в сравнении с другими российскими футболистами этого же возраста. Упадают в сборной России, что является все-таки каким-никаким знаком качества. Но я вам советую самостоятельно смотреть футбол, юношки футбола это интересно. И находить своих собственных звездочек и переживать за них болеть. На самом деле я получаю от этого не меньший кайф, чем от просмотра большого футбола. Когда человек, которого ты заметил в 13-14 лет, вдруг дорастает до Казанки. Как например Алексей Миронов, который сейчас является капитаном Казанки. Или как братья Мирончуки, которых я помню в возрасте, когда они только из Спартака переходили в локомотив. И были две таких шпалы, которые неотесаны. И пытались понять, как вообще играть в футбол. И они дорастают до высот, их дорастают до сборных команд. И от этого лично я получаю огромнейший кайф и переживаний у меня за этих ребят. Даже наверное бывает больше, чем за конечный итоговый результат всей команды. Ну а теперь давайте посмотрим поближе на именно тех ребят, которых я выделяю прямо здесь сейчас в нашей Академии. Ну и начнем все-таки с Алексея Батракова. Который, будем надеяться, доведет свою команду до игры на РЖД арене в финале UTLC Cup. Хотя будет непросто. В последнем матче с Минским Динамо Алексей несколько раз выводил своих партнеров на идеальную позицию для удара. Но забить удалось лишь однажды. К сожалению, запись этого матча сейчас недоступна. Поэтому покажу вам игру Алексея против Барселоны и Леона. Алексей стал лидером Локомотива 2005 практически сразу. Пока все были маленькими, Алексей Батраков не только вел игру, но и много забивал. После перехода на большое поле Алексей сосредоточился на игре в подыгрыше. Бойцовские качества, феноменальное видение поля и способность исполнить задуманное делают Алексей одним из лучших полузащитников России по этому возрасту. История Алексея Батракова показывает, что рост и физические данные это важно. Но все-таки еще не все. И дорога в большой футбол открыта даже для таких миниатюрных, но чрезвычайно одаренных игроков. Обязательно следите за дальнейшей карьерой Алексея, это обещает быть очень интересным. Команда 2004 года рождения на данный момент моя любимая в Академии. Ребята уже выросли настолько, чтобы показывать хороший футбол. Миша Гайнов в эти дни играет в составе юношеской сборной России и уже отметился забитым мячом. В этом возрасте в России солирует Сергей Пеняев. Все, кому хоть как-то интересен детский футбол, наверняка знают чертановца, который когда-то пробовался в Локомотиве, но не задержался. Подождите горевать. Если год назад Пеняев явно выделялся среди своих сверстников, то нынче разница уже не такая явная и Сергей не лидер в бомбардирской гонке даже в рамках чемпионата Москвы. Ее возглавляет наш Кирилл Никишин и за ним тоже стоит последить. Миша Гайнов играет десятку. То есть парня, который не только сам много забивает, но и помогает забивать другим. У Гайнова хороший удар, рывок, понимание игры в целом, что и позволяет ему быть заметной фигурой на поле и частенько забирать индивидуальные награды. Второй человек, за которым я пристально слежу в этой команде, это Иван Доставалов. Он играет под восьмым номером и это хорошо описывает стиль его игры. Он является мотором команды. Отнимает мячи и тянет их вперед, в атаку. А в матчах против Чертанова Доставалов часто ставят играть персонально против Пеняева, потому что он может противостоять ему в скорости и цепкости. И это приносит плоды. Последний матч Локомотив у Чертанова выиграл, хотя Пеняев и забил заработанного им самим пенальти. Если вдруг в подборке ютуба вы увидите трансляцию матча команды Локомотива 2004 года рождения, обязательно включите. Уверен, что Гайнова с Доставаловым, Погоснов с Сарбашевым, Никишин с Калмаковым и многие другие вам понравятся. Кто из них вырастет большого мастера, узнаем уже совсем скоро. Ребята из команды 2003 года рождения, по идее в этом сезоне должны стучаться в двери молодежки. Но, если честно, эта команда радует меня не так сильно, как предыдущая. Сколько не смотрел, а взгляд на сколько-нибудь постоянной основе так ни за кого и не зацепился. Есть герои первой Локадемии, соответственно, первого UTLC Капа Ларинс Свинниковым, которые периодически вызываются в сборную России и являются твердыми игроками основы команды. Но как-то выделить их сильные стороны у меня не получается. Есть звезда Инстаграма и многих выпусков различных челленджей на Ютубе Крапивников. Но пробиться в большой футбол ему будет тяжеловато. Если Батраков, несмотря на свой рост, умудряется быть на поле везде и вести команду за собой, то пользы от нахождения Крапивникова на поле в матчах чемпионата Москвы обычно не очень много. Так что даже просто увидеть его на поле можно далеко не в каждом матче. Пожалуй, главные свои надежды в этом возрасте я пока связываю с Матвеем Першиным. Он приходил как забивной нападающий и по итогам прошлого сезона стал лучшим бомбардиром по своему году. Однако в этом он раскрывается как игрок фланга и уже даже помогает команде на год старше в юношеской футбольной лиге Ю-17. Вот благодаря такому финту, рывку и последующему пасу Матвея Першина, нашей команде удалось сравнять счет в игре с ЦСКА в этом непростом турнире. Но оценки пока тоже очень осторожные. Я видел и матчи, в которых Матвей почти ничем не запомнился и вообще не напоминал игрока, который может класть мячи пачками. Команда 2002 года рождения фактически уже не относится к Академии. Часть игроков ушли в молодежную команду, а часть продолжила путь в юношеской футбольной лиге. Этот возраст радует целой россыпью классных игроков атаки. Щетинин забивает за младежку вот такие вот голы, А за сборную кладет вот так вот. Максим Турищев забил в двух последних матчах юношеской футбольной лиги 4 мяча, в том числе 2 ворота Спартака. Никита Хлынов стал лучшим бомбардиром прошедшего первенства России, забивая практически в каждом матче. А теперь вот поражает ворота соперников в составе молодежки. А еще ведь где-то рядом есть и Григорий Борисенко, очень тонкий, техничный и умный футболист, который наверняка тоже скоро проявит себя на уровне молодежки или еще выше. Сложно сказать, у кого из них больше всего шансов. В хорошей форме каждый из них может выдать что-то космическое, у каждого свои плюсы. Шикарная техника и удар Щетинина, мощь и напор Турищева, скорость и чутье Хлынова, мышление и техника Борисенко. Все это позволяет иногда выигрывать матчи практически в одиночку, а иногда прячется куда-то глубоко. Тот, кто сможет показывать свой футбол стабильно, тот и станет большим футболистом. Ребята 2001 года рождения уже осваиваются в Казанке. Макс Петров взял на себя роль лидера и главного созидателя, пока Дорофеев, Миронов, Махатадзе и все остальные старшие ребята никак не найдут себя. Деннис Файзуллин и Никита Иосифов разрывают фланги. Благодаря рывку последнего удалось урвать ничью в игре против Знамени Труда, а Деннис просто один из лучших игроков старта сезона ПФЛ. Из новых лиц очень хочется отметить Михаила Иванькова, гиганта ростом 1,96 м, цементирующего оборону молодежки. Пять матчей команда не пропускала вообще ничего, и эта заслуга во многом именно Михаила, который не только снимает весь верх, но и очень уверенно действует внизу. Причем очень хладнокровно и безошибочно. Учитывая постоянные проблемы Казанки в обороне, не удивлюсь, если скоро Максиму Юрьевичу Мишаткину придется искать нового защитника в молодежную команду. А вообще вся молодежка сейчас играет здорово и интересно, и выделить можно многих. Цепкого Петухова, вгрызающегося в соперника до тех пор, пока он не отдаст мяч. Мощного Никиту Шаркова, который обрел себя на правом фланге, но вообще может играть и в опорной зоне. Даниила Чернякова, который после ухода Макса Петрова в Казанку взял на себя роль мозга и мотора команды. Этим ребятам предстоит играть в юношеской лиге UEFA, и мне кажется они могут забраться очень высоко. Наша Академия одна из лучших в стране, и кто-то из этих ребят обязательно доберется до основы. Сейчас 4 воспитанника Академии являются твердыми игроками основного состава. Это действительно много, и мало кто может похвастаться таким количеством. Но ребят на подходе еще больше. И это очень круто. В общем, если вам интересна наша молодежь, на этом канале я обязательно буду рассказывать вам обо всех ярких звездочках Академии, игроках молодежки и казанки, на которых стоит обратить внимание. Подписывайтесь, ставьте лайк, и будем вместе болеть за локомотив, и за то, чтобы у этих ребят все получилось. Пока! Больше мне нравятся разрезающие передачи, когда передача, ну, кажется, как будто невозможна, но ты отдаешься, а аплодируют там болельщики, и прям сразу ощущаешь, что болельщикам нравится, и после этого становишься лучше и лучше. Продолжение следует...